Саудовская Аравия на 50% увеличит добычу нефти в течение двух месяцев. В Джиде накануне прошел американо-арабский саммит с участием президента США Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Перед лицом современных угроз, включая военную и ядерную деятельность Ирана, войну России против Украины, Саудовская Аравия и другие страны региона предложили увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать энергетические рынки. О том, каких еще договоренностей удалось достичь лидерам двух стран, мы поговорим с нашим следующим гостем. Да, с нами на связи из Вашингтона наша коллега-журналист Карина Орлова. Здравствуйте, Карина. Здравствуйте. Итак, завершилась Ближневосточная турне Джо Байдена. Какие выводы в целом можно сделать об этих визитах и как США сейчас оценивают договоренности об увеличении добычи нефти? Турнец завершился успехом. Собственно, Байден ехал, конечно же, за тем, чтобы добиться от Бен Салмана увеличения добычи нефти. Было понятно, я сама предсказывала постоянно то, что договоренность будет достигнута, потому что в ней заинтересован не только Байден, но и сам кронпринц, потому что ему необходимо было вернуться в хорошее расположение президента США и, соответственно, всего мира после убийства Джамали Кашоги. Джо Байден, когда избирался на постпрезидента США, обещал во время своей избирательной кампании сделать Саудовскую Аравию парей. И что-то он такое сказал, типа, «Ноги Бен Салмана в Вашингтоне не будет никогда». Ну, типа, то есть, да, его даже никогда не пригласят. Но ситуация изменилась, и вот, пожалуйста, вам реалполитик в действии. И, конечно, Байдена жутко раскритиковали, да, всякие там сторонники, там, не знаю, защитники прав человека и так далее, всякие правозащитные группы. Ну, тоже как бы это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, все-таки в Украине тоже нарушаются права человека, да, нужно учитывать. То есть, Байден-то поехал из-за, да, из-за ситуации с ценой на нефть, к которым, в частности, привела война, которую ведет Россия в Украине, против Украины. Вот. И понятно, что, да, в Украине гибнут больше людей, хотя, конечно же, убийство Джамаля Кашуги, журналиста «Вашингтон-Пост», которого просто на кусочки изрубили в посольстве Саудской Аравии в Турции, это было беспрецедентно. И американские спецслужбы установили, что кронпринц Бен Салман ответственен, да, отдавал приказ за это убийство, приказ об этом убийстве. И, собственно, вот, поэтому Байден не собирался иметь никаких дел с кронпринцем, но ситуация изменилась, и необходимо искать союзников. И вот, собственно, договоренности были достигнуты на 3 миллиона баррелей, да, увеличив в течение нескольких недель. И это существенный объем, потому что, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я не права, Россия, вот российский объем нефти, да, это, я, по-моему, 8 баррелей, ну что-то такое. Ну, короче говоря, это существенное увеличение. Это существенное увеличение, которое, безусловно, приветствуется в мире, в цивилизованном мире. И, конечно же, это удар по России, потому что, если эти договоренности будут реализовываться, следует ожидать снижения цен на нефть, уменьшения инфляции и уменьшения сверхприбыли для России, которая зарабатывает на нефти. Да, конечно. Про инфляцию тут отдельная история. Я бы не сказала, что инфляция будет снижаться, снижение цен на нефть, но цены, конечно, пойдут вниз. Они, кстати, у нас на бензин уже пошли вниз. Вот. А, значит, я почитала, посмотрела, что говорят саудовцы по этому поводу. И вот министр иностранных дел, который, Саудской Аравии, который присутствовал на встрече Байдена и Кашоги, значит, он прокомментировал Байден, да, с, простите, Кашоги, Бен Салманом, конечно. Байден с Бен Салманом, там, фестбамп, да, вот так они как-то поздоровались, типа не совсем формально. Байден, конечно, тут же получил порцию критики за это тоже, что, типа, вот нельзя вот с таким человеком вот так вот, да, на дружественную ночь, ну, неважно. Вот что сказал министр иностранных дел Саудской Аравии. Он, Джо Байден, получил от этого встречу с ключевым лидером в регионе. Байден получил от этого, я думаю, активизацию стратегического партнерства между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами. Вот, собственно, то, что и требовалось, да, получить. Понятно, что Саудовская Аравия является ключевым игроком в ближневосточном регионе, но мы сейчас не будем затрагивать тему, там, Израиль, Иран, стабильность, да, это все понятно, это отдельная история. Но в любом случае, вот, прозвучала, да, эта фраза от министра иностранных дел, еще там такой был очень интересный у него оборот, когда Байден вышел на пресс-конференцию после встречи с кронпринцем, его, естественно, спросили про убийство Кашоги, Байден сказал, что он поднял этот вопрос и что он сказал, что он считает, да, и американские спецслужбы считают, что кронпринц ответственный за убийство Кашоги, а вот этот министр иностранных дел Саудовской Аравии сказал, а я этого не слышала. Ну, я думаю, что будет справедливо перевести с ближневосточного дипломатического на наш простой русский язык, что мы сделали вид, что мы этого не слышали, да. То есть, конечно, политец, да, и заставлял Байдена, обязывал Байдена сказать, да, Бен Салману поднять этот вопрос, а та сторона Саудовская притворила, что ничего нет. Короче говоря, все закончилось крайне благоприятно для всех. Да, и несмотря на это, вы правильно тоже справедливо отметили, что несмотря на вроде бы хорошие новости для всего мира после этого визита, доля и порция критики обрушилась на президента Байдена, кое-кто стал говорить даже про то, что ему может грозить импичмент, если демократическая партия США потеряет контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов в этом году, каковы шансы республиканцев отстранить от должности Джо Байдена? Там уже и Дональд Трамп начал разминаться. Ну да, да, сейчас только последнюю фразу скажу. Еще Байден сказал, вот очень важно, что мы не собираемся оставлять вакуум на Брежнем Востоке для заполнения его Россией или Китая. Очень важно. Значит, смотрите, про импичмент. Ну, судя по опросу, показывают, что у республиканцев есть хорошие шансы, хотя и тоже все пошатнулось из-за ситуации с абортами, взять контроль в Палате представителей, и для вынесения импичмента, ну теоретически мы сейчас берем, требуется простое большинство, и если республиканцы возьмут контроль в Палате представителей, то они теоретически могут вынести импичмент. Но для того, чтобы отрешить президента должности, требуется две трети голосов в Сенате. Это 66-67. Республиканцы не то, что не получат эти 67 голосов никогда в жизни, они, скорее всего, даже не получат контроль в Сенате. Вот ситуация изменилась, вышли последние опросы. Митч Маконова, глава республиканского меньшинства в Сенате, уже бьет тревогу, что республиканцы не получат контроль в Сенате. Сейчас 50 на 50, но 51 голос вице-президента Кавла Харрис, то есть у демократов контроль. И республиканцы думали, что для них это будет такая легкая поездочка, эти выборы, но уже ситуация изменилась. И все из-за того, что на праймарис партия выдвинула и побеждают совсем уж такие ультраправые взглядов, совсем оторванных от земли кандидатов. И это может, скорее всего, даже повредить партии. Что касается Дональда Трампа. Вон туда пошли новости, что он думает об объявлении, о вступлении в гонку осенью. Еще не решил, когда объявит об этом, но вот-вот. Смотрите, коллеги, значит, была новость в Гардиан. Ну, новость, кажется, они от источников получили. Что Трамп хочет объявить о выдвижении, чтобы избежать уголовного преследования и возможного ареста по итогам расследования в штате Джорджия. Вот там у Трампа самые серьезные шансы, без шуток. Шансы у него где-то процентов 70 на то, что ему вынесут уголовное обвинение, и то, что ему будет внесен арест. Он, конечно, может скрываться во Флориде, потому что между штатами действуют правила об экстрадиции, как будто это разные государства. И, допустим, Флорида может отказаться выдавать Трампа Джорджии, но угроза реальная. Вот смотрите, вот появляется новость, что Трамп хочет выдвинуться для того, чтобы избежать ареста, ну или там уголовного преследования. Из этого мы какой делаем вывод? Что Трамп не хочет выдвинуться, чтобы выиграть, собственно, выборы и вернуться в Белый дом. Ему это нужно, чтобы избежать ареста. А почему он не хочет выдвинуться? Потому что совершенно очевидно, что у них есть, у штаба Трампа есть свои, любой штаб проводит свои закрытые опросы всегда, которые совершенно очевидно показывают, что у Трампа нет поддержки. Более того, это моя версия выдвинула, и потом она подтвердилась, потому что вышли опросы в Нью-Йорк Таймс, которые показали, что только 50% республиканских избирателей на праймарит, точнее, больше 50% республиканских избирателей на праймарит хотели бы видеть единым кандидатом от партии на выборах президента 2024 года кого-либо еще, кроме Трампа. 50% республиканских избирателей – это всего лишь четверть избирателей вообще, если вот так грубо взять половину, а на самом деле меньше, потому что генградических избирателей чуть больше в США. Так что у Трампа шансов нет. Здесь можно вообще расслабиться. Карин, ну вот что не позволяет нам… Сделки по Твиттеру у него нет шансов, я хочу всего лишь всех успокоить. Трамп не вернется. Знаете, вне зависимости от того, кто будет у руля Соединенных Штатов Америки, есть вопрос, который очень болезненный вопрос для нашей страны, и вот, к сожалению, на этой неделе наша страна переживает очередные страшные варварские обстрелы наших мирных городов. Винница 14-го числа была обстреляна, погибли 24 человека, среди них трое детей, и для нас это ничто иначе, как открытый терроризм для нашей страны. И об этом говорит наш президент. Все понимают, что это. Все дают именно такую оценку. Почему в Соединенных Штатах Америки не признают Россию страной-спонсором терроризма, страной-террористом? Обсуждается ли этот вопрос? Этот вопрос обсуждается. Я с вами абсолютно согласна. Для меня, например, тоже нет никакой разницы между самолетом, который врезается в башни-близнецы, и ракетой, которая врезается в бесчисленное уже количество жилых домов и других сооружений в Украине. И убивает точно так же мирных людей. Значит, смотрите, вопрос обсуждается. Профильный комитет Сената США принял резолюцию с обращением к Госдепартаменту, чтобы Госдепартамент в рамках своих полномочий признал Россию страной-спонсором терроризма. Сейчас пока три страны являются признанными такими. Это Сирия, Куба и Иран, если я не ошибаюсь. Значит, смотрите, Госдепартамент выступил официально по этому поводу и объяснил, почему они не признают пока. Они объяснили, что такое признание влечет за собой наложение определенных санкций, очень жестких, которые и так уже действуют против России. То есть как бы и даже Госдеп говорит, что на самом деле против России действуют в чем-то даже более жесткие санкции. Поэтому эта история была бы формальная. Конечно, там есть юридические аспекты. Например, если страну какую-то признают спонсором терроризма, то она лишается иммунитета в американских судах. Судебного иммунитета, от судебного преследования. Но с другой стороны, Россию могли бы засудить в таком случае только тоже определенный круг людей. Это американские граждане и американские госслужащие. Да, американские граждане тоже погибли уже на этой войне. И есть, конечно же, американские граждане украинского происхождения, у которых наверняка тоже есть куча поводов засудить Россию. Но это вы понимаете. То есть это как бы был... И тогда, допустим, если такой иск удовлетворяется судом, то можно изъять активы, на которые наложены, допустим, которые заморожены, российские активы за границей. Это такая техническая, юридическая процедура. Но в целом Госдеп объясняет это так, что просто санкции уже действуют. Можно было бы эти санкции озаглавить соответственным образом. Для нас это совершенно неформально. Для нас это истинная формулировка, настоящая, к сожалению, подкрепленная соответствующими действиями, которые Россия демонстрирует здесь, в Украине, по отношению к нам и гражданам Украины. Что ж, спасибо, Карина, за все объяснения ваши, за комментарии. Напомню, с нами на связи из Вашингтона была Карина Орлова, журналист. Спасибо.